На календаре еще ноябрь, однако на улицах Бреста уже лежит первый снег. Столбики термометра резко опустились на отметку ниже нуля, что стало причиной внезапного похолодания, а также образования гололеда, как следствие получения первых травм, в результате которых люди стали обращаться за консультацией в больницу скорой медицинской помощи. В понедельник к нам обратилось 17 человек с гололедными травмами и их последствиями. Роспитализированные из них было только двое, а остальные, в общем-то, были обслужены амбулаторно. Преимущественно это переломы лакдыжек, переломы предплечий в дистальном метрепифизе, которые в основном эти травмы. Пожилые люди, они всегда насторожают, и они перемещаются, как рекомендуется, уговариваются. Не широким шагом, они семенящей походкой идут, и они реже падают, они теплее одеваются, а когда холодно одевается, уже зимняя одежда. В основном это работоспособные люди в работоспособном возрасте, и молодежь, и средний возраст. Несмотря на то, что каждый человек старается обезопасить себя от падения на льду, полностью предотвратить ситуацию он не в силах. Поэтому в палатах больниц находятся люди с различными травмами, которые были получены ими в результате непредвиденного стечения обстоятельств. Некоторые пациенты усвоили все необходимые правила безопасности, которые помогут предотвратить негативные последствия в будущем. В это время надо ходить на несколько луках, это в первую очередь для женщин. Но надо и смотреть, не ступать там, где припорошил снег, чтобы под снегом не было льда. Ступать на дорожку. Ну и, конечно, должны обрабатываться дорожки у нас, посыпаться песком в первую очередь. Жители Бреста стараются приложить все необходимые усилия для того, чтобы избежать травм во время гололеда. И каждый из них осознает, насколько важно заботиться о своем здоровье. Поэтому они соблюдают целый ряд правил. Надо быть, наверное, внимательным. Нужно, наверное, как-то правильно ходить. Ну, как утки переваливаются. Обувь должна быть, наверное, подошвиной такой большой, рифленой. Не ходить под крышей. Там три метра написано. Обувь, чтобы была зимняя. Ну, идти медленно. Руки не должны быть в карманах. Врачи рекомендуют брещанам быть бдительными и осторожными. Следить за своим здоровьем. А в случае необходимости обязательно обращаться за медицинской помощью. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Новости БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова